Хей, привет! Я сегодня расскажу, как я сделал данного персонажа и какие были использованы технологии. Еее, погнали! Данные персонажи, которые вы видите сейчас на своих экранах, эти персонажи были сделаны для выставки «Россия. Моя история». Они дикторы. Внешних видов у этого персонажа было 7 штук и работало над выставкой много людей. И я, соответственно, отвечал за 3D-графику персонажа, анимации, какой процесс был. Я получал концепт-арты. По ним я делал скульпты. Скульпты были сделаны в «Россия». Впервые я больше уделил время на первого персонажа, потому что он был самый сложный. От него все исходило. Выходили все остальные персонажи, поэтому на первого персонажа мы потратили больше. Как только утвердили первого персонажа, все остальные персонажи были сделаны по уже проделанным схемам. Текстуры я делал в Substance Painter, но финальную текстуру делала другая художница. Я ей отправлял базовую текстуру, и она поверх них рисовала финальную версию. Как по мне, получилось вообще как конфетка. Класс! Вот персонаж готов. У него есть текстура, смотрится хорошо. И после этого я взял его голову и отправил его в Blender отдельную программу. Blender – бесплатная трехмерная программа, которую я советую вам изучить, если вы начинающий 3D-художник, потому что Blender сейчас очень сильно и хорошо развивается. Почему Blender отправил? Потому что в Blender есть один плагин, который автоматически генерирует анимации лица, которые я использовал для финального результата. Для захвата движения лица я использовал iPhone X. В Unreal есть плагин, который помогает захватить в самом Unreal, записать движение лица и использовать потом в самом Unreal. Разобравшись с лицом, мне нужно было делать анимацию тела. Но я не хотел сделать это все вручную, поэтому я использовал систему захвата движения, которая называется Perception Neuron. Вот вторая версия, и вот это оборудование было доступно у нас в IT-парке, резидентом которой я являюсь, и я арендовал там кабинет и оборудование. И за неделю анимация была готова, захватили несколько анимаций, которые были использованы в окончательной версии. Но пришлось все-таки чистить захват движения, потому что не все идеально захватывается, есть кое-какие нюансы, а анимация такая дерганая бывает иногда, их надо править, и это тоже занимает время. Визуальный стиль мы выбрали такой, потому что вот когда мы начали делать проект, недавно вышел Arcane, и мы попытались что-то наподобие такого стиля сделать. У нас получился свой какой-то образ. Чему я научился, работая в данном проекте? То, что, оказывается, есть онлайн-сервисы по захвату движения, там просто загружаете свое видео, и вот, вуаля, у вас есть mockup, который вы можете использовать для вашего персонажа. Но не так все просто. Эти анимации бывают такие корявые, но их все равно надо будет чистить и так далее. Но меня заинтересовали два сервиса по захвату движения, это move.ai и plask.ai. Plask, он такой, быстро делает, но все равно качество не очень, но интересно все равно, будущее у него есть. Move.ai, оно закрытое, оно основано на камерах GoPro, а GoPro они сейчас дорого стоят, как минимум там надо купить 3 штуки. И результат там очень хороший, если посмотреть по YouTube роликам, и сервис закрыт, пока общего доступа нет. Но стоит следить за этими сервисами. Ну и по захвату лица, оно работает только на айфонах сейчас. Надеюсь, в будущем будет возможность и на андроидах это все строить. Работая над каким-то проектом, всегда бывают свои ошибки. Вот, и данный проект не исключение. Например, я бы хотел указать то, что в Unreal не надо было мне использовать Ray Tracing для визуала. Он дает эффект, но не такой значительный, как хотелось. Вот, и визуальный стиль к этому не предполагал, поэтому можно было бы не включать. Из-за Ray Tracing иногда проект очень сильно зависал. Еще была одна ошибка, в том, что я неправильно понял дату дедлайна, ошибся на 3 дня, и из-за этого были маленькие нюансики. Но справились, успели, все классно. Поэтому всегда уточняйте даты дедлайна несколько раз во время проекта, то есть в начале, в середине и ближе к концу. Ребят, напоследок, хотел бы вас поблагодарить за то, что посмотрели видео до конца. Если есть какие-то моменты, которые хотите более подробно обсудить в ролике, пишите в комментариях, обсудим обязательно. Вот, и напоследок вам песенка. Всем пока, до скорого, пока. 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 Пока.